Ну шо, вам понравилось? А что, Иван Степанович, гостиничка у вас хорошая. Ну что, давайте 80 за номер и по рукам. Тю, да такую красоту сдавать меньше, чем за 150, у меня рука не поднимется, 140. Хорошо, 90, но чтобы все номера с видом на море. За 90 купите себе открытку с видом на море и живите, 130. 95, моя последняя цена. Так, Наом Михайлович, вы шахта не сбавляйте, а то если я 128 скажу, вы до завтра не сторгуете. Так и вы, Иван Степанович, как-то полояльней будьте. Вон, через забор, отель точно такой же. Мы и туда въехать можем. Это, пожалуйста, это сколько вам угодно. Оттуда только вчера выехали 15 побитых спортсменов. Морды вот такие вот, ей-богу. Нет, вы сходите, спросите. Может, они там музыкантов еще не били и возьмут вас для разнообразия. Но я бы и врагу бы не пожелал там жить. 120. Ну ладно, 120, так 120. Ты, Иван Степанович, и мертвого уговоришь. Так что давайте, заезжайте, всегда рады. Если что, я всегда тут. Мужик, закурить не найдется? Не курю. Ага. Значит, врагу он там не пожелал бы жить. А друга единственного. Умирать туда отправил. Петяй, такие, как ты, не умирают. Они остаются жить в наших сердцах и печенках. Нифига себе. Наум, а что это за сарай, а? А что такое? Я тебе что, ископаемое? Что ты меня в музей привез? Ну ладно тебе. Наум, ты сюда распутину или другие предметы старины сдавай. А меня, Наум, не нужно. Ну, малыш, мы же не на месяц сюда приехали. Быстренько снимем клипчик, окучим пару клубов и домой в Москву. Парюхов! Что? Да не что, иди сюда гостей встречать. Что, уже приехали? Хороший. А что ж ты не позвонил, Иван? Я тебе звонил, ты трубку не даю. Да я ж пылесосю, она ж гудит. У тебя там давно уже гудит, ей пропылесосить надо. Доброго здоровичка. Вот прошу любить и жаловать. Певица Гера, будущая звезда поп-сцены. Так что прошу максимум внимания и лучшие апартаменты. Принято, будет сделано. Какого вы вламываетесь в чужой номер среди ночи? Если кто-то и вломился в чужой номер, деточка, то он сейчас валяется в нашей кровати. Да что вы говорите? А вам не кажется, мамочка, что если в кровати уже кто-то лежит, то она уже не ваша? Да что вы, да что вы. Маглость-то какая. Что ты молчишь, Юра? Маглость. Что ты молчишь, объясни мне? Это, наверное, какое-то недоразумение. Не, ну это нормально. Какое это недоразумение? Прекрасно. Недоразумение сейчас стоит в дверях. Да? Стас, ну скажи, чтобы шли отсюда. Это мы шли? Нет, я в таком виде. Юра, что ты стоишь, я не понимаю? Звони в милицию, быстро. О господи, Стас! Ну не знаю. Никто никуда не звонит. Иван Степанович, не звонит. И это тоже. Я извиняюсь, это просто прежние постояльцы не совсем до конца выяснились. Что значит прежние постояльцы? Объясните, Иван Степанович. А что значит не совсем до конца? Не, ну вообще, что за бардак, Иван Степанович? Я твой цветочек, твой милый ангелочек. Пригрей меня разочек, прижми к своей груди. Я твой цветочек, и каждый лепесточек тебя коснуться хочет. Малыш, не уходи. Но вчера узнала, что любовь у тебя только сердце... Стоп! Почему постороннее в кадре? Тю! Это самое... Ребят, я ж... Я ж вроде тихо, чтоб не помешать. А ничего, что у нас тут немножечко съемка? А ничего, что у меня немножечко стирка? Да ради бога, я могу не ходить. Только оно ж не высохнет, будете спать на мокром, как у поезде. Женщина! Идите домой. Ой, да что за народ такой, господи, боже мой, понаставили. Ну, а вы чего замерли? Перестановка и снимаем по новой. Чудо мое, чудо. Чудо прекрасное. А я и вправду невеста, я сюда со свадьбы сбежала. Боже мой. Какой свадьба? Какой свадьба, что ты говоришь такое? А я в спектакле дюймовочку играю. Да что ты. Там все на мне жениться хотят. И жук, и жаба. А сейчас я замуж за богатого крота выходила. Ох ты, не сказка, а прямо брачное пособие, как выбрать себе мужа. Да, Ольга Николаевна? Рановато еще, Иван Степанович. А где бабушка Валя? Баба Валя осталась дома по хозяйству. Ну, а она вон тебе пирожков, смотри, напекла. Да. Видно? Да. На всю твою свадьбу хватит. А мне нельзя пирожков. Моя героиня есть только ползернышка на ужин. Ну, Евгеш, это уже чересчур жесткая диета, по-моему. Это да, да. А я вроде вживаю, все хотели быть дюймовочкой. Но я сказала, что у меня в этом деле есть опыт. Какой опыт? Ну, я же дедушку и бабушку уже поженила. Я знаю, что и как. Молодец. Солнышко. Я уже пойду? Ладно, беги на свадьбу, опаздывать нехорошо. На пирожки?